Приветствую вас. В ситуации вы оказались очень сложной. Я вам сочувствую, я понимаю, как вам тяжело, как вы шокированы тем, что вот произошло и действительно не знаете, что делать. Вы спрашиваете нас, описывая ситуацию, как вам поступить, и я думаю, что вы ставите меня, лично меня, потому что отвечаю на вопрос вам я в данный момент, в такую вот немного дворякую ситуацию. С одной стороны, я хочу вам помочь и рекомендовать что-то. С другой стороны, я осознаюсь, что профессиональная этика не позволяет мне этого сделать. И из-за этого я как бы не буду вам давать советов конкретных, но несколько важных моментов я вам все-таки освещу. И, собственно говоря, эти моменты позволят вам лучше понять для себя, какое, вообще-то говоря, будущее, и есть ли это самое будущее. Ну вот, смотрите. Во-первых, у вашего мужчины была до вас гражданская члена, в которой у него, значит, родилась дочь. И эта дочь не помешала вам построить отношения. Далее финансовые дела у мужчины начали стремительно падать вниз. И, собственно говоря, произошла неприятная ситуация, когда пропали золотые вещи. Сейчас, после того, как прошло время, вы видите, что эти вещи вновь исчезают, то есть, уже другие вещи на смешную сумму. Значит, мужчина испытывает давление на себя определенных обстоятельств, и в некоторых условиях начинает, по сути, скорее всего, неосознанно воровать. Потому что, если бы он делал это осознанно, то есть, рационально, обстоятельно подходил бы к вопросу, то он бы сделал так, чтобы вы не заметили. Или он сделал бы так, чтобы вы, ну, как-то увидели все в качестве, например, несчастного случая или что-то еще. Но не так нелепо, как он это сделал. Не так нелепо, когда он на днях принес в дом заработок. Соответственно, ваш мужчина, скорее всего, болен. Я думаю, что он сам не осознает, или если осознает, то не может принять то, что у него есть заболевание. Заболевание достаточно серьезное, это клептомания. И, конечно, есть еще вариант. Вариант, что вот вам коллега там написал, что мужчина тратает от алкогольной зависимости, но как-то с алкоголь вы сказали только в конце, и нет причин думать, что он именно алкоголик. То есть, ну, сейчас у него тяжелая ситуация, он просто может пьет, чтобы забыться, но двадцать его алкоголиком я бы не спешил. И есть момент, что финансовые дела у любимого стали ухудшаться. Почему стали ухудшаться, вы не сказали. Когда ситуация нормализовалась, мне написали, то уже сказали только что родился общий ребенок. Ну, и как муж обходительно не терпелись, работав по мере возможности. Хороший папа и сын, и дочка от первого брака. И так далее. То есть, вам нужно определить для себя так. И мужу своему сказать, что вы его не вините в том, что произошло. Вообще говоря, прощать здесь, вот, если это болезнь, и если им не движет, например, какой-то там порог, например, азартные игры, криминал, зависимость, например, алкогольная или что-то еще. Если это именно, кстати говоря, азартные игры, это тоже болезнь, ну, алкоголизм, это тоже болезнь. В принципе, наверное, не такая психическая, как алкоголизм, но тем не менее. Так вот, если подтвердится теория, что у него криптомане, то есть, что у него нет других, например, там, мотивов, чтобы воровать, то криптоман – это человек больной. И он просто не осознает, что делать. Поэтому, прощать тут нечего, потому что, ну, к больному человеку нельзя применять нормы, адекватные для здоровых людей. Это первое. Второе, нужно будет донести, что если он хочет быть с вами, ему нужно лечиться, а лечиться ему нужно у психиатра пройти курс лечения, чтобы вылечиться от криптомана. Если он любит вас и хочет с вами быть, он это сделает. Если нет, ну, значит, нет, и вы не будете с ним. То здесь относительно все просто. Дальше. Вы скользко сказали о том, что отношения с вашей мамой у него враждебны с ее стороны. Понимаете, не совсем понятно, откуда взялось вот это вот заболевание, да, это вот такая вот склонность, от чего она зависит. Но, тем не менее, хотелось бы, желательно, чтобы вы как-то вот, если мужчина действительно захочет лечиться, если мужчина действительно пожелает что-то делать, признает, что у него есть проблемы, то вам просто необходимо поговорить с своей мамой, чтобы она менее враждебно к нему относилась, с большим пониманием, поддерживала его и так далее. Потому что поддержка близких людей необходима, а ее отсутствие может спусти на нет в своей лечении. Вот, пожалуй, так можно ответить вам на ваш вопрос. Понимаете, из вашего сообщения не совсем понятно, вот, каково состояние финансовое вашего мужа было тогда, когда оно начало ухудшаться. На что, по вашему мнению, или по мнению окружающих, мужчина тратил деньги? Были ли у него раньше какие-то проблемы с деньгами, с финансами, всегда ли у него были деньги и так далее? Понимаете, вам сейчас нужно выяснить природу того, что мужчина сделал. Так, он, вам, конечно, мог бы признаться, но это требует определенных сил, этих сил у него, скорее всего, нет, из-за этого признаться он не может. Примите его позицию такой, какая она есть, не давите на него, не старайтесь, чтобы он приступил от себя, через себя, чтобы он там ломал от себя и так далее. Это не нужно, а вам сейчас желательно, вот, установить причину того, как мужчина вел себя раньше, понять, куда мужчина тратит деньги, на что они уходят. Может быть, он просто ворует, чтобы, ну, как-то следствие калектомании, либо все-таки на что. И уже в зависимости от результата вы уже будете тогда говорить с ним о наличии лечения. То есть, если он, например, алкоголик, ему требуется лечение в наркологической клинике и в психотерапевтической форме. Если он гриптоман, то это психиатрическая помощь, ну, а если и грамот, то здесь, конечно, вариантов у вас нет. И либо вы долго и терпеливо стараетесь мужчину отучить от игр на деньги, либо вы от него уходите. И тот, и другой выбор для вас будет правильным. И осуждать за любой из этих выборов вас не будет никто. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в уличку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вас к вам. Всего доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok